Я вернусь, можно? К самому радостному за последние полгода лично для меня событию. У нас, у телекомпании «Губернии» появился свой отдел, свой отдел в нашем краеведческом музее имени Градекова. Я лично передавал его статуэтку ТЭФИ. Кстати, вот Ивану Крюкову, генеральному директору музея, который у нас в гостях. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Я просто подумал, что, вот сразу скажу, такой кайф, знать, что как бы вот тебя, ну, хотя бы в качестве организации увековечили при жизни. Я подумал, что это несправедливо, что только мы туда попали. И я решил прежде всего вас задать. Если какое-то предприятие чувствует, что оно достойно попасть в музей, что им надо сделать? Позвонить вам и предложить открыть экспозицию? Да, ну, нет, ну, да, в том плане нет. Конечно, нужно просто позвонить и сказать, что, знаете, друзья, вот мы вносим большой вклад в развитие Хабаровского края, или у нас очень длинная история, да, связанная с нашим предприятием, или у нас есть замечательные работники, которые, там, вторая, третья династия, да. И, конечно, мы... А если, к примеру, вот я хотел рассказать про своих дедушку, бабушку, допустим, остались старые часы, там, альбом с фотографиями, тоже к вам можно принять? Да, да. Понимаете, мы когда говорим вот про день сегодняшний, да, на самом деле это очень сложно. Если мы говорим про день вчерашний, здесь более-менее вроде бы как все понятно, там уже мы просто там снимаем слои и понимаем, да, что есть какие-то определенные ценности, есть какие-то символы, есть какие-то культурные коды. С сегодняшним днем сложнее, но, опять же, есть такое понятие, как повседневная история, да, как повседневная жизнь. И здесь мы должны, во-первых, а, немножечко заглянуть вперед, да, как бы помечтать, может быть, поговорить о будущем, предвидеть, может быть, какие-то вещи, да, там, ну, грубо говоря, можно было взять первый айфон с тем прицелом, догадываясь, что через, там, 10-15 лет будет айфономания. Или мы должны понимать, что вот на сегодняшний день тот же спиннер, да, является неким, ну, брендом, скажем так, молодежи, там, от 10 до 12 лет. Ну, то есть вот такие вещи музейный сотрудник, он тоже должен учитывать. Допустим, вот в свое время, я могу на примере нашего музея сказать, что, там, в 90-е годы, когда это было, когда был день сегодняшний, мы не взяли, не заложили на хранение, как мы говорим, в музее, в наши фонды музея джинсы-варенки. И вот сейчас мы эти джинсы, там, на протяжении последних 10 лет, вот сколько я работаю в музее, мы их ищем. У нас там не было кефирных бутылок, да, которые там потом... Давайте сразу объявление. У кого есть дома варенки, приносить? Ну, на самом деле, если говорить про экспонаты, то, да, у нас и джинсы-варенки, телевизор КВН, может быть, еще какие-то брендовые и культовые вещи, которые были, там, 80-е, 70-е, 90-е годы, там, первые айфоны какие-то. Можно приносить, консультироваться с нашими сотрудниками, потому что, на самом деле, вещей и предметов, которые должны поступать в музей, но не поступили, много. Но это нормальная история, да, это, знаете, мне кажется... Вы не знали просто, что это станет трендом. Да, это как, мне кажется, у вас на телеканале есть множество сюжетов, которые не были сняты, но так получилось. Или были сняты, но так получилось, что они вышли в эфир. Ну или да, или так, да. Но есть ли эти какие-то критерии, я понимаю, что это очень обширная такая, вот, может быть, ипостась, да, но те критерии, по которым те вещи, которые вам передают, не остаются в запастнике, да, а все-таки входят в экспозицию? Ну, здесь главный, наверное, критерий, да, чтобы попасть в экспозицию, надо, чтобы эту экспозицию создали, да. Вот Тэфи, повезло, она сразу попала в экспозицию, потому что эта экспозиция есть, да. Если бы этой экспозиции не было, то Тэфи была бы просто выставлена, мы бы продемонстрировали, показали, что нам ее передали, и мы бы убрали ее... А первой туда попала, как я понял, наша камера, битакам, да? Ну да, да. И видеомагнитофон битакам, условно говоря. И если бы этой не было экспозиции, то, как я уже сказал, мы бы показали, да, ну, грубо говоря, мы бы похвастались, что вот такой замечательный телеканал подарил, передал нам на хранение такую значимую для них и для нас вещь, но потом бы убрали фонды, да, потому что Тэфи ждала бы просто своего часа, когда появится экспозиция. Словно говоря, если кто-то хочет, чтобы его семья попала в музей, надо собрать побольше вещей, да, чтобы можно было такую мини-экспозицию, да? И часы бабушкины, и комод бабушкины. Нет, Вячеслав, не совсем так нужно, чтобы в первую очередь, как я уже сказал, вот эта экспозиция была, куда эти вещи должны попасть. А во-вторых, все-таки их историческая, культурная значимость, уникальность. Потому что вы не забывайте, что и вот наши посетители, да, наши зрители должны понимать, что музей – это, в принципе, он как архив. То есть у музея главная функция – собрать, сохранить. То есть мы храним культурно-историческое наследие города, региона, страны, то есть все музеи страны. И мы его изучаем, мы создаем там каталоги, мы рассказываем про эти предметы. Но нет главной задачи выставить все на обозрение людей. Мне кажется, это невозможно. И это, вот я только хотел с этим сказать, это невозможно, потому что любой музей, ну, в лучшем случае, выставляет где-то 10% от своих фондов. У нас сейчас их практически полмиллиона. Это документы, это фотографии, это вещи, это этнография. Как правило, люди дарят или пытаются продать? Я вот любопытное объявление видел в Фейсбуке. Женщина сказала, что у нее выпуск Тихианской звезды за 45-й год, День Победы, там объявление о том, что мы победили Германию. И она собиралась продать, она искала, вот кто больше заплатит. На самом деле нас радует, что все-таки люди больше дарят нам. Хотя музеи, все музеи имеют право покупать предметы, но здесь нужно понимать, если это, допустим, какое-нибудь золотое изделие, до 19 века, то, к счастью или к сожалению, мало людей, ну вернее, наверное, к сожалению, мало людей, которые готовы с этим просто расстаться. Потому что у нас сейчас народ умеет считать деньги. Если он понимает, что здесь что-то можно заработать, то человек пытается заработать. Другое дело, что, конечно же, когда мы покупаем какие-то предметы, мы не можем дать рыночную стоимость. Это понятно, потому что мы стараемся... А можно хотя бы порядок цен? Вот сколько вы максимально платили? Ну, то есть от рыночной стоимости хотя бы процентов? Половина? Ну, разные. У нас были закупки и по 200 тысяч. А что это было? Ну, мы покупали фотографии. Фотографии? Да, фотографии. Ну, там было большое количество фотографий. То есть каждая фотография стоила где-то примерно по 1000 рублей. Это фотографии столетней давности. Мы покупали предметы, связанные с Квантунской армией. То есть, причем мы должны понимать, что чаще всего вот такие предметы, когда вот большие суммы, мы покупаем большую коллекцию, и люди изначально ее покупали за свои деньги. То есть они вкладывали свои деньги, и они, в принципе, делали благое дело. Потому что они могли где-то это на аукционах, где-то выписать за границу. Ну, это нормальная история. И люди вложились, и мы... Много ли вот у музея меценатов? Потому что ведь действительно некоторые собирают по всему миру какие-то вещи, может быть, связанные с историей Дальнего Востока, просто для того, чтобы передать в музей, чтобы люди могли посмотреть. Или таких меньше? Ну, если говорить о всех наших дарителях, да, которые приносят нам предметы, конечно, таких у нас очень много. А если мы будем говорить о меценатах как о меценатах, да, то, к сожалению, таких людей очень мало. Это редкие музеи могут похвастаться, когда у них есть, знаете, там 10, 15, 5 меценатов. Потому что, ну, так складывается жизнь, что люди вкладывают в развитие своего бизнеса, да, люди, может быть, там, вкладывают в своих детей. Хотя вот я все время говорю, что и когда мы встречаемся там с представителями бизнеса, которые помогают нам там и экспонатами, и помогают финансово там выставку привезти или там провести какие-то курсы, они, кто готов вложить деньги, они понимают, куда они вкладывают, и почему они вкладывают, и для чего. У нас в гостях Иван Крюков, генеральный директор музея имени Градекова, который отмечает твою годовщину, значительная дата. Мы говорим о том, как попасть в историю. Давайте вообще определимся, история за сколько лет вот до настоящего заканчивается? Вот самый свежий, самый новый экспонат у вас какого года? Недельной давности, ТЭФИ. Нет, мы его получим в 2011 году. Насколько я знаю, у вас самый поздний 2013 год, да? Нет, самый поздний экспонат у нас передал Сергей Иванович Фургал свое удостоверение губернатора и депутата. Это 2016 и 2018 год. То есть через полгода уже настоящая становится история. Мне кажется, что событие, которое произошло секунду назад, это тоже уже история, по большому счету. Но какие-то новые экспозиции наверняка планируются, и может быть не хватает каких-то экспонатов, можно обратиться к жителям Хабаровского окраина, чтобы передать музей. Вот, например, Джин Собарем, как бы ты сказал. Да, что касается новых экспозиций, то вот совсем новых экспозиций мы не планируем, потому что череда наших исторических экспозиций, она вот все в себя вбирает. А если джинсов в варенок принесут много? Может целый отдельный? Но это можно... Слушайте, у меня гениальная идея, на мой взгляд, появилась. Давайте отдел джинсовый устроим. Но, понимаете, когда мы говорим про джинсы, и когда их много, из этого действительно можно делать выставку, делать какой-то там арт-объект, это все можно. Что касается, когда вы говорите отдел джинсовый, у нас в фондов есть отдел ткани, и вот туда это попадает. То, что касается экспозиций. Новых экспозиций мы делать не планируем. Мы планируем делать реэкспозиции тех, соответственно, экспозиций, извиняюсь за тавтологию, которая есть. И те экспозиции, которые сейчас есть, мы добавляем экспонаты. Да, можно же добавить экспонаты. Поэтому я говорю, что вот если есть джинсоваренки, если есть телевизор КВН, если есть еще какие-то интересные вещи, на взгляд наших уважаемых телезрителей, жителей города и края, то мы готовы их рассмотреть, либо взять фонды, либо взять фонды и через какое-то время сразу поместить в экспозицию. Это все возможно, потому что я на самом деле сейчас вот такие два экспоната, они у меня в голове крутятся, а еще множество других экспонатов, про которые просто вот сейчас не могу вспомнить, но действительно много. А вы знаете, насчет удостоверения губернатора, я вот вдруг подумал, он отдал вам его на хранение? На вечное хранение. Он обходится теперь без удостоверения. Думаешь, что они пускают в белый дом? Нет, на самом деле Сергей Иванович рассказал эту историю. У него два удостоверения губернатора было. Одно, которое ему выдала наша избирательная комиссия, когда он стал избранным губернатором, а второе удостоверение у него подписано президентом Владимиром Владимировичем Путином. А, вот так. А вам выдали, которое от избиркома? Которое от нашего избиркома, да. А можно, вот вы говорили, что очень трудно иногда людям расставаться с какими-то предметами, которые им дороги. А можно ли, ну вот перед экспозицией, например, отдать для пополнения экспозиции какую-то свою вещь, а потом ее просто забрать? Есть такая... Чтобы люди увидели, что оно есть, а потом просто... Есть такая возможность, это называется временное хранение. Так чаще всего мы берем на выставки какие-то предметы, ну, допустим, там золотое перо, да, передают нам на выставку, посвященную, скажем так, журналистике Хабаровского. А кто сдал? Никто не сдавал, я к примеру говорю. Это я намекаю опять же. Вы меня смотрите? Золотое перо у нас пока еще. Ну, сказали бы, я бы вот принес и отдал. Вот в следующий раз приходите, принесу. Да, вот. Ну, к примеру говорю, да, есть какие-то награды там, которые дороги человеку, и с которыми он не может расстаться. И с последнего, вот я вот сейчас вспоминаю, митрополит Игнатий, который у нас был, он ряд своих предметов сначала сдавал на временное хранение, временное пользование, а после того, как его перевели в другую епархию, он их просто нам оставил на вечное пользование. Такое тоже бывает. Иван, вы знаете, я сейчас вас похвалю не потому, что вы ради нас открыли экспозицию, но по чистому зоову сердца. Мне кажется, после того, как вы занялись современной историей, как вот музей наш старый краеведческий расцвел, да? Потому что я помню, до этого там вот приходишь раз в год с детства, помню, те же самые экспонаты, ничего не меняется. Ну, это интересно, но устаешь. А когда вот стала современность появляться, мне кажется, вот совершенно по-другому. И когда много активностей стало, это тоже очень важно, то есть тоже такой похвал, ваш адрес, потому что действительно, когда музей, это не вот сборище старины уж, простите за такое, а когда действительно современный объект, который притягивает молодежь. Не напоминаю, у кого есть джинсы варенка, вот позвоните нам, а мы передадим. У нас гостей был Иван Крюков, генеральный директор музея имени Градекова.